Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И они сделали для науки очень много, провели множество чрезвычайно интересных измерений, но эти измерения относились лишь к поверхности Марса. Мы теперь многое знаем о поверхности, атмосфере, даже о его ионосфере, но нам почти ничего не известно о том, что происходит на глубине хотя бы полутора километров, и еще менее в трех километрах под поверхностью, ближе к центру планеты. И нынешняя миссия первая, отправленная на Марс специально для тщательного изучения именно его внутреннего строения. Основная цель миссии «Инсайт» — впервые изучить внутреннюю структуру Марса. Мы измерим толщину коры, размер ядра, состав мантии и ядра планеты, составим первую карту внутреннего строения Марса. Будут произведены измерения, которые лично я ждал на протяжении 30 лет, так как, будучи выпускником, я писал работу о Марсе, и мне нужно было знать толщину коры планеты. Но тогда она была неизвестна, ее можно было бы измерить с помощью сейсмологии, и я подумал, возможно, когда-нибудь мы поставим на Марсе сейсмометр и получим измерения, необходимые для моей работы. И сейчас, вспоминая о то время, я понимаю, что именно я, тот парень, что поставит на Марсе сейсмометр и получит ту информацию, и тогда я смогу вернуться к своей работе 30-летней давности и закончить ее. Это поразительное чувство. Миссия Инсайта обеспечит нас сейсмологической информацией о Марсе, которую ученые ждали со времен первого приземления на Марс аппарата «Викинг». На нем был сейсмометр, но по многим причинам он так и не передал сейсмологических данных. Были и другие попытки доставить сейсмометры на поверхность Марса, но по тем или иным причинам они так и не увенчались успехом. И вот мы наконец-то готовы разместить на Марсе сейсмометр. Том Хоффман, руководитель проекта. Он передаст невероятную, важную сейсмологическую информацию, и благодаря ей ученые узнают, каковы размеры коры, мантии и ядра планеты, а также их основные характеристики, чрезвычайно важные для изучения любой скалистой планеты. Наиболее интересная часть проекта Инсайта – то, что мы фактически играем в игровой аппарат типа кран-машина на далекой планете Марс. Хайме Сингер, специалист. С помощью захвата мы поднимем инструмент с площадки и поставим на Марс, так что мы играем в кран-машину на Марсе без джойстика. Далее над сейсмологическими приборами будет развернут щит, защищающий от ветра изменения температуры. Второй инструмент, зонд теплового потока, будет размещен на поверхности планеты и со временем уйдет вглубь для получения подземных данных. В миссии Инсайт участвует много международных партнеров. Для ее организации потребовались усилия всего мира. Большинство научных миссий поддерживают международные партнеры. К примеру, у нас есть инструмент компании ЦЕЙС, нас поддерживают ученые из Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании, из множества других стран. Зонд теплового потока и физических свойств предоставила Германия при поддержке Польши. Инсайт – миссия на Марс, но в некотором роде это гораздо больше, чем полет на Марс. Это некая машина времени, так как мы планируем измерить структуру Марса, образовавшуюся 4,5 миллиарда лет назад, так что мы сможем вернуться в прошлое и понять процессы, приведшие к рождению Марса. Изучая Марс, мы сможем больше узнать о Земле, а также Венере и Меркурии, и даже о лунах и экзопланетах, обращающихся вокруг других звезд. Орбитальный аппарат Европейского космического агентства прибыл к Марсу некоторое время назад. С момента прибытия этот космический аппарат весом в 3,5 тонны аккуратно двигался в атмосфере, постепенно изменяя свою орбиту. В комнате Управления планетарных миссий ЕК в Дармштадте в Германии наблюдатели проверяли систему и заказывали необходимые для миссии инструменты. Теперь орбитальный аппарат готов начать выполнение миссии. Все складывается прекрасно. Прошло много времени с момента прибытия к Марсу в октябре 2016 года. Майкл Денис, директор управления полетом. У нас был долгий период аэродинамического торможения, состоявший сокращение орбитального периода. В момент прибытия он составлял несколько дней. Теперь же на облёт планеты уходит всего два часа, что является штатным периодом для научных наблюдений. Я с нетерпением ожидаю ближайшие месяцы, поскольку орбитальный аппарат, наконец, сможет работать на полную мощность с использованием всех инструментов с точки зрения точности, количества и качества данных изображений. Также мы сможем проводить совместные наблюдения с нашими предыдущими аппаратами, отправленными на Марс. Марс Экспресс работает уже 15 лет, и для Европейского космического агентства наличие двух космических аппаратов на взаимодополняющих орбитах с научной точки зрения имеет огромное значение и позволит провести чрезвычайно интересные наблюдения, а также совершить различные новые открытия. Экзомарс будет играть роль дублёра, когда его вездеход-напарник опустится на Марс в ближайшие месяцы в поисках жизни на пыльной планете. Помимо существования научных наблюдений с орбиты, этот спутник ещё и обеспечит связь со всеми наземными аппаратами на поверхности Марса. На данный момент там присутствуют только спускаемые аппараты вездеход НАСА, Curiosity и Opportunity. Несколько тестов уже были проведены вскоре после прибытия на Марс. И вот теперь мы собираемся начать калибровку и определить лучшие возможности для передачи данных. Основная миссия орбитального аппарата — это определение газов, составляющих атмосферу Марса, особенно метана, впервые замеченного аппаратом Марс-Экспресс, а затем вездеходом НАСА Curiosity, изучавшим атмосферу с помощью специальных сенсоров. Мы знаем, что жизненный цикл метана очень короток, всего несколько сотен лет. Хакан Светхэм, учёный. Он разрушается от солнечного света, ультрафиолета. Так что если он сейчас присутствует в атмосфере, то очевидно, что он должен восполняться. Так откуда же он берётся? Вот вопрос. Он не может возникать в атмосфере и должен быть синтезирован на поверхности или под поверхностью, но мы хотим выяснить, при каком именно процессе он производится. Одна из вероятностей — возникновение метана при геологической реакции между минералами и водой. Другая вероятность — наличие под поверхностью планеты микробов, производящих метан, сейчас или производивших его в прошлом. Возможно, все они уже мёртвые, но метан сохранился под поверхностью и каким-то образом выделялся в атмосферу, и все эти вероятности мы хотим изучить на месте, на Марсе. Используя мощный спектрометр спутника, учёные надеются обнаружить, откуда выделяется метан, является ли источник геологическим или биологическим. 95% метана на нашей планете производят живые организмы. Вездеход «Экземарс» пробурит скважину на глубину 2 метра в поисках следов жизни. И вездеход, как и вездеходы и испускаемые аппараты НАСА, будет использовать спутник для связи с Землёй. Изучение Марса — международное предприятие, и каждая миссия добавляет что-то новое к нашим знаниям об этом чужом мире, месте, которое некоторые из нас когда-нибудь могут назвать домом. Изучение планет всегда очень захватывающе. Особенность Марса в том, что вполне реально представить его как место, по которому смогут пройти люди. Очевидно, что уже в недалёком будущем человек ступит на поверхность Марса. Чрезвычайные волнения вызывают мысли уже только об этом, а если представить, что когда-то там существовала жизнь или даже всё ещё существует под Землёй, то Марс — совершенно особенное место. Новые горизонты космоса Гейла на дне древнего озера. Через несколько месяцев после прибытия он просверлил осадочные породы и обнаружил следы органических молекул, используя инструмент СЭМ. Инструмент СЭМ обнаружил множество органических молекул в осадочных породах на дне древнего озера, расположенного в центре кратера Гейла. И, что самое важное, теперь мы с гораздо большей уверенностью можем сказать, что на поверхности Марса сохранились органические молекулы. Джен Эйгенброд, космобиолог. Ранее мы этого не знали, но самое интересное, что нам пока не известен источник этих органических молекул. Однако, если мы будем бурить глубже и внимательнее осмотримся по сторонам, возможно, нам удастся получить недостающие данные, чтобы понять, являются ли эти молекулы результатом жизнедеятельности или геологических процессов, или, возможно, они были занесены в озеро упавшими метеоритами. Кьюриосити ищет органику на углеродной основе. СЭМ обнаружил нечто новое путем нагревания образцов камня, что высвободило образцы малых углеводородов, таких как бензол и пропан. Поскольку они высвободились при очень высокой температуре, они могут быть фрагментами более крупных и тяжелых молекул, похожих на обнаруженные на Земле, в таких камнях, как черный сланец, являющийся продуктом древних растений и бактерий. Некоторые другие обнаруженные органические вещества, такие как теофен, содержащий серу, появляются при геологических процессах. Сера действует как консервант, связывая органические молекулы и делая их устойчивыми к окислению, сохраняя таким образом на тысячелетия. Органические молекулы могут служить пищей для жизни, либо быть продуктом жизнедеятельности. А возможно, они возникли вследствие геологических процессов, либо были занесены в озеро метеоритом. Мы не знаем, каков их источник, но мы намерены это выяснить. Ученым все еще неизвестно, являются ли органические вещества, обнаруженные на Марсе биологическими по происхождению, но чрезвычайно неожиданно обнаружить там такие древние материалы, сохранившиеся прямо на поверхности. Эти находки также вдохновляют на будущее исследование. Какое-то время Кириосити продолжал путешествовать, находя интересные породы, буря, отверстия и забирая образцы, а затем, по непонятным причинам, что-то пошло не так. Механизм подачи бура, отвечающий за опускание и подъем бура, не среагировал на команду. Даг Клейн, инженер. Когда Кириосити бурит отверстие, так как это было задумано, первым делом поверхности касаются две стойки стабилизатора, обеспечивающие устойчивость. Если механизм подачи стойок не работает, бурение невозможно. Для решения этой проблемы мы сделали то, что делаем всегда. Проработали ситуацию в тестовой лаборатории на Земле, используя двойник Кириосити. Команда инженеров и ученых несколько месяцев искала способ получать и отправлять образцы без использования механизма подачи. И вот что мы придумали. При использовании новой технологии удаленной подачи бура, стабилизатор и незадействованный бур находятся в выдвинутом положении и выходят за стабилизаторы. Выдвигать бур сразу в камень и извлекать его без стабилизаторов непросто. Вместо механизма подачи мы используем манипулятор, чтобы поместить бур на поверхность и осуществлять давление при бурении. После контакта с поверхностью мы прикладываем легкое усилие и бурим неглубокое направляющее отверстие. Мы используем датчик усилия, расположенный в автоматическом манипуляторе, чтобы Кириосити почувствовал касание. Это позволяет ему настроить работу манипулятора и избежать застревания при бурении. После бурения мы используем аналогичную технологию для извлечения бура. Создание вездехода уже идет полным ходом, и инженеры сумеют избежать подобных проблем с новым вездеходом, который должен будет приземлиться в кратере Эзеро. Ближайшие годы станут знаменательными в изучении Марса. В дополнение к запуску вездехода НАСА-МАРС, Европейское космическое агентство и Роскосмос отправляют на Красную планету вездеход Экзо-Марс. Этот вездеход и его спутник-вертолет, несомненно, расширят наши возможности по поиску жизни, как прошлой, так и настоящей. Однако наиболее серьезные влияния на исследования окажут изменения в системе анализа органики. Оба вездехода будут оборудованы анализатором органических молекул Марс. Анализатор органических молекул Марс, или МОМА, самый большой и наиболее сложный прибор на вездеходе. Его подсистема, масс-спектрометра и основная электроника были созданы и испытаны в Центре космических полетов Годдорда в НАСА, который также создавал масс-спектрометры для вездехода НАСА Curiosity и орбитального аппарата Мэйвен. Анализатор органических молекул представляет собой сплав проверенного оборудования и новейших технологий. Вот как он работает. В режиме газового хроматографа измельченные марсианские породы помещаются в печь и нагреваются до 900 градусов всего за 2 минуты, благодаря чему образец испаряется. Молекулы нагретого газа поднимаются вверх и пролетают через узкую 20-метровую трубу. Особое покрытие внутри трубы заставляет молекулы с определенной структурой замедлять движение относительно остальных, что приводит к разделению смеси молекул. Затем луч электронов ионизирует молекулы, давая им положительный электрический заряд и отражая в сторону линейной ионной ловушки. Электроны улавливают изменяющееся электрическое поле и отправляют в детектор для определения химического состава. Газовая хроматография использовалась для изучения Марса еще во времена программы «Викинг», но у анализатора органических молекул есть второй метод подготовки образцов, который еще ни разу не использовался на другой планете. В режиме лазерной десорбции образец помещают под мощный ультрафиолетовый лазер. Внутри лазера возникает луч света и загорается за миллиардную часть секунды, концентрируя всю энергию в точке размером менее песчинки. Благодаря этому часть образца быстро испаряется, высвобождая большие органические молекулы, которые могли разрушиться при нагревании в печи. Лазер также ионизирует некоторые молекулы, позволяя пару попасть в линейную ионную ловушку. Нейтральные молекулы удаляются вакуумом, а оставшиеся ионы отправляются в детектор для определения химического состава. Лазерная десорбция позволит анализатору химических молекул определять такие длинные молекулы, как липиды. Это настоящий скачок вперед в поиске жизни на Марсе. Редактор субтитров А.Семкин Вопрос существования жизни на Марсе наиболее важен для планетарной науки. И недостающие свидетельства могут скрываться под самой поверхностью. С помощью анализатора химических молекул мы приблизимся к ответу еще на один шаг. Эти изображения помогут получить новые представления о жизни в нашей Солнечной системе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова